Начну с самой обсуждаемой новости. У Юлии новая прическа. Все началось с того, что Батькивщина дала голоса за бюджет в обмен на назначение двух своих людей на госпредприятие. Как тут не вспомнить фразу Зеленского? Время договорников прошло. Не прошло, а расцвело. Как и расцвела новая прическа Леди Винтер в честь ее возвращения, как она думает, в большую игру. Не будет для нее никакой большой игры. Это показали последние местные выборы. Так что зря тратилась на поликмахтера. Минздрав предпринимателям. Ищите дополнительные источники дохода. Больницы с радостью предоставят рабочие места. Классно. Зе за деньги ковидного фонда будет снимать видосики, а предприниматели пусть идут работать в больнице. Его самого сейчас, наверное, фоповец лечит. При этом в октябре зарплата министра здравоохранения Степанова составила 72 700 гривен. А экономисты, бухгалтеры, электрики, технологи должны идти в санитары. А то, что из фоповских налогов формируется бюджет на оплату этих самых санитаров, зе экономистам в голову не приходило. В этой связи лучше, чем хроника хунты, не скажу. За полтора года Зеленский сделал МОВУ, армию, бизнес, медицину, экономику, образование, арест Януковича, декоммунизацию, борьбу с коррупцией, энергетический рынок, международную поддержку, управление госпредприятиями. Остались дефолт и федерализация. Венедиктова заявила о рекордном числе ликвидированных банд. Вы видите банды? А они есть. Что интересно, впервые за последние месяцы генпрокурорша не упомянула в своем послании о Порошенко. От слова «совсем». Вот что Байден, животворящий, творит. А до банды с атаманшей Венедиктовой мы еще доберемся. Всему свое время. Кандидат от ЕС побеждает слугу и становится мэром в Украинке. Символическая новость. Я почти уверен, что в скором времени в этом предложении слово «мэр» уступит слову «президент», а слово «украинка» мы напишем без второй буквы «к». Апелляционный суд признал законной регистрацию Кернеса мэром, а Труханов победил скорика во всех районах Одессы. Никогда не думал, что через 30 лет независимости в одном крупнейшем городе Украины придется выбирать из двух бандитов, а в другом – вообще герань на больничном подоконнике. Сколько еще украинский Моисей будет водить мою страну по пустыне? Даю ему еще 10 лет, не больше. Мы иногда охреневаем, а в остальное время спим. Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича. Так гонялись за Порошенко, что вернули Януковича. Стесняюсь спросить, а речь о том, чтобы дать официальный статус диссидента и выплатить компенсацию, еще не шла? В парламент Турции внесли проект об отправке военных в Азербайджан. Информация получена из двух независимых источников и агентства «Кавказ-Центр». За последние три дня около десятка турецких военно-транспортных самолетов Си-130Б и А-400М один за другим совершили посадку в Нахичеване, Азербайджан. Если кто-то продолжает носиться по ФБ с тезисом, что Путин опять всех переиграл, воспринимайте это как элемент информ войны, навязанной Москвой. Его миротворцы в Карабахе находятся в замкнутом котле турецко-азербайджанских войск и лишь обеспечивают связь со Степанакертом в перспективном окружении подразделений НАТО. Одновременно трансадриатический трубопровод ТАП, построенный для транспортировки газа из Азербайджана в ЕС, введен в коммерческую эксплуатацию. Еще один нож в спину Путлеру. Ибо он надеялся, что армяно-азербайджанская война задержит или полностью утопит этот проект. Но нет. Мариупольский порт провел тендер на закупку дистоплива и готовится заключить договор с фирмой, принадлежащей бизнесменам из Луганска, находящегося под контролем сепаратистов. Не, ну а че, все в тренде сегодняшних веяний, и Янек такой молодой, и юный Кравчук впереди. И о хорошем. Маски меняют моду. В Британии резко упали продажи помад. Верните все взад. С этой эпидемией вы еще перестанете губки поддувать и бровки выщипывать. Так, вслед за фопами, все салоны красоты закроются. Это же сколько красивых санитаров в стране появится. Смотрите. США. События в Беларуси. На Кавказе. Азербайджан. Армения. А теперь и Молдова. Наши поздравления Майе Санду. Геополитика последних недель давит пророссийских лукашенок, пашинянов и додонов. Поворотный момент. Медленно, но заканчивается десятилетие мировой тенденции правления популистов и тех, кто ориентировался на Москву. А это ультраправые, ультралевые и популисты. На них Кремль ставил всегда. Среди них и Голобородька. Эта эпоха заканчивается во многих странах. Должна закончиться и в Украине. Другие смогли или на пути к этому? И мы сможем. Все в наших руках. Что, бендеровцы и Порошенко уже не виноваты? Поясняю. До последнего времени реально был шанс, что Москва постарается силой обеспечить доступ полуострова к воде. Но потом геополитическая обстановка и крайнее истощение России привели к тому, что они даже в Армянско-Азербайджанскую войну побоялись дергаться. Довольствовались миротворческой миссией в географическом котле азербайджанско-турецких ВС. Чего уж тут про украинскую воду для Крыма вспоминать. Так что на этот раз виноваты сами крымчане. Не надо было им выпивать всю воду, а камней с неба – навалом. Порошенко вышел к людям и общается с предпринимателями, которых правительство отправляет работать с санитарами. Правительство, которое не понимает, что именно эти предприниматели платят налоги на содержание санитаров и тех, которые сейчас из персональных палат Феофании делают вид, что управляют страной. Давно не видел, чтобы люди так искренне обнимали какого-то политика. Если бы сюда вышел потерпевший, его бы разорвали на маленькие КВНчики и квартальчики. Видя Порошенко в объятиях людей, хочу верить, что Зе-666 станет для здоровья нации более действенной вакциной, чем те, которые изобретут против ковида. И страна, наконец, получит иммунитет от популистов, профанов, клоунов и коллаборационистов. Несмотря на все, верю. Желаю всем хорошей недели. Звоните родителям и будьте примером для детей. Но помните, дети нас не слушают. Дети на нас смотрят. Особенно во время карантина. Шануемся и делаем свое. Субтитры сделал DimaTorzok